В остановке площадь Славы автолюбитель на Ниссане Тианы сбил женщину, переходившую дорогу по Зебре. Горожанка 1962 года рождения была доставлена в стационар с достаточно опасным диагнозом. У нее выявили ушиб головного мозга. В больничную палату ее отправил 22-летний автолюбитель, получивший права два года назад. Он двигался от улицы Калинина. Молодой человек признался, что его ослепило солнце. Женщина об этом не знала, поэтому была уверена, что водитель ее видит и шагнула на дорогу. Очевидцам показалось, что горожанка торопилась на автобус, который стоял на противоположной стороне дороги. Шофер Тианы направлялся в гараж. По просьбе родителей он должен был поменять на машине матери колеса. За руль он сел трезвым. Это подтвердил алкотестер. Еще один водитель, спровоцировавший аварию в Ильинке, тоже обвинил во всем слишком яркое солнце. Оно помешало шоферу Тойоты Карина увидеть ехавшую по главной дороге иномарку. Виндомом управляла женщина. Она двигалась в сторону Хабаровска. Оппонент начал выруливать из проулка с левым поворотом. После удара в левый борт Карину отбросила на встречную обочину, где седан уткнулся в бетонный блок. Вместе с провинившимся водителем в салоне Карины был его коллега. Напарники ехали на обед. Пассажира доставили в больницу. Врачи заподозрили у него перелом ноги. Водитель с 40-летним стажем разбил свой автомобиль в аварии на улице Промышленной. 75-летний хабаровчанин на Тойоте Аурис допустил ошибку, достойную новичка. Он стал разворачиваться прямо перед ехавшим в попутном направлении грузовиком. Пенсионер был уверен, когда он посмотрел в зеркало заднего вида, дорога была свободна. Ну, далеко там шел транспорт. Достаточно было, чтобы мне сделать вот этот маневр. Но он уж быстро ехал очень. Шофер Nissan Atlas с утверждением о превышении скорости готов был поспорить. Аргументом стала запись регистратора, установленного в кабине грузовика. Водитель Ауриса, выехав из парковочного кармана, сразу же принимается разворачиваться, будто не видя нагоняющий его в нескольких метрах Атлас. Оба участника аварии остались невредимы. Продолжение следует...